Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алена Савкина срочно собралась делать пластическую операцию и ищет хирурга. Марина Африкантова похвасталась бриллиантовыми сережками, подаренными свекровью. В сети обсуждают совместную поездку Марины и Романа Капаклы на соревнования в Барселону, где их ждут тренер и Саймон Марданшин. Алексей Безус утверждает, что развивает какой-то социальный проект, наверное, делится опытом перевоспитания Милены Безбородовой. Алина Галимова вернулась на остров любви к своему парню Никите Рудакову. Алина считает, что разлука пошла им на пользу. Зрители Дома 2 не слишком верят в романтические отношения Мандезира и Юлия Ефременковой. Так, страсть парочки многим кажется напускной. Более того, мало кто сомневается, за периметром жизнь Ефременковой рядом с агрессивным Свет Амуром превратится в кошмар. В том случае, конечно, если ведущая не бросит тунеядца раньше. Впрочем, зрителям придется пересмотреть свое отношение к паре, и все благодаря Кристине Ослиной, которой удалось поближе пообщаться с Юлией и Мандезиром на свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина. По признанию девушки, она лично убедилась в том, какие искры летают между влюбленными, а в их чувствах не приходится сомневаться. Слово Ослина нисколько не сомневается в том, что не за горами и свадьба самих Ефременковой и ее избранника, тем более, что Мандезир поймал повязку. Иосиф Аганесян гордится, что его жена Саша учится плавать и негодует, что она покупает много вещей, в том числе и ему. Не потому ли Александра опять вернулась к идее стать дизайнером одежды для полных? Все экономия в семейном бюджете будет. Первый выпуск шоу «Яхты любви» активно обсуждается в сети. Зрители пришли к выводу, что Захар Саленко отлично справился с ролью ведущего. Он уже выкладывает фото с Яной Шофеевой с поляны. Кастинг службы проекта интересуется. Идти ли свободному Алексею Чайчицу опять на реалити-шоу? Соскучились? Пишите комментарии. Михаил Козлов вчера заселился с Алисой Юсуповой. Если верить Мише, то он прикладывал массу усилий для завоевания сердца Алисы. А участники реалити-шоу уверены, что Козлов прикрывается отношениями с Юсуповой перед предстоящим голосованием. Наблюдать за тем, как достаточно взрослые на фоне остальных участников строят свои отношения – забавно. Но сегодня в дневном эфире Козлов доказал, что он вовсе не такой белый и пушистый, каким хочет казаться, а мстительный и обиженный мужчина. Дело в том, что Ксения Бородина на тете с Михаилом и Алисой позвонила бывшей супруге Козлова и спросила, готова ли та дать ему развод, на что услышала о том, что у Михаила, по мнению его супруги, искаженные моральные ценности, и она сочувствует Юсуповой, которая сильно рискует, строя отношения с Михаилом. Козлов очень расстроился услышанному и решил поделиться подробностями семейной жизни. Оказывается, его супруга из бедной, неблагополучной семьи, и для нее финансовая составляющая имеет огромное значение. Более того, у нее за время брака с Козловым было не менее 30 мужчин, и она частенько отправлялась в загулы, оставляя детей одних. И для чего все это рассказывать? Неужели Михаил считает, что будет выглядеть лучше, станет более уважаемым, если выльет всю эту грязь на мать своих детей? Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Александра Черно целую неделю возмущается в социальных сетях тем фактом, что она не прошла в следующий тур конкурса «Человек года». Саша жалуется на людей, которых она считала друзьями, а они водили нож ей в спину. Посмотрев сегодняшний эфир «Спаси свою любовь, кажется, все начали понимать, почему участники проголосовали против Шурочки». Черно обвинила всех участвующих в конкурсе в меркантильности и предложили ведущим дарить за победу не квартиру, а лишь звание. Участники решили не рисковать, и пока Черно еще что-нибудь не придумала, из конкурса ее выгнали от греха подальше. Эх, жаль, что креативные продюсеры не догадались до того, чтобы наоборот, дать Черно победить, а в качестве награды подарили бы ей статуэтку и грамоту, где большими буквами было бы написано «Черно, человек года». На самом деле была бы масса плюсов, деньги на квартиру сэкономлены, Черно привыкает отвечать за свои слова, а зрители наслаждаются выражением лица этого борца за справедливость, если, конечно, у нее инфаркт не случится. Пару дней назад Саша Артемова вместе с новорожденной дочерью вернулась домой. Впрочем, даже в родных стенах молодая мамочка не перестает паниковать и буквально изводить себя. Очередным поводом для стресса стал рядовой визит педиатра. Доведенная до отчаяния, Саша обратилась за поддержкой к фолловерам. По словам девушки, к ее ребенку медик из районной поликлиники пришел без маски для лица, халата и перчаток. Для самой Александры подобные атрибуты кажутся обязательными. Впрочем, девушка убеждена, подобную халатность можно встретить лишь в бесплатной медицине. Напомню, болезненно воспринимать все, что касается ее дочери, Артемова начала еще в роддоме. Взволнованная Саша не спала несколько суток и едва не довела себя до депрессии. Пока Алена Савкина и Роман Макеев строят самые радужные планы о совместной жизни, жена последнего готовится дать бой разлучнице. Еще недавно Диана утверждала, что не рассматривает всерьез свое участие в низкосортном реалити-шоу. А вот теперь, напротив, готова прийти под камеры и вернуть свое. Пока дата эпохальной встречи двух женщин Макеева неизвестна. Однако Диана больше не скрывает. Она по-прежнему любит мужа и готова простить ему измену. И уж, конечно, не собирается давать согласие на развод. К слову, конкурентку в Алене Диана не видит. Впрочем, это и неудивительно. Судя по всему, Савкина не первая, с кем Роман гулял на стороне. Правда, каждый раз мужчина возвращался обратно в семью. Каждый зритель Дома 2 в курсе многомиллионных долгов Саши Черно. А вот детально, о том, как она угодила в число должников, Саша рассказала лишь недавно. В сторис девушка поделилась душещипательной историей в надежде, что больше вопросов к ней не останется. Словам Александры, роковую роль в ее судьбе сыграла больная любовь. Именно нездоровые чувства к парню заставили Сашу свернуть с правильного жизненного пути. Девушка потеряла высокооплачиваемую работу, угодила в плохую компанию и набрала долгов на несколько миллионов рублей. Но когда пришлось платить по счетам, Черно едва не сошла с ума. Девушку осаждали кредиторы, банки и даже близкие друзья. Кроме того, скандалы не прекращались даже дома и лишь реалити-шоу вернула Сашу к жизни. Черно не скрывает, она была в шаге от самоубийства. Однако оказалась в правильном месте нужное время. Директ Романа Капаклы завален гневными сообщениями от фолловеров. Как оказалось, многие в шоке от наглости Ромы, которому оказалось мало выиграть квартиру в Москве. Теперь парень с нетерпением ждет халявного ремонта. Все точки на дыр оставил сам Капаклы, записав видеообращение к подписчикам. По словам Романа, в его желании не тратить свои кровно заработанные деньги на обустройство семейного гнездышка, нет ничего удивительного, ведь ремонт ему изначально пообещали организаторы, и отказываться от подобного подарка он не намерен. Участник Дома-2 убежден, на его месте любой поступил бы точно так же. К слову, критика хейтеров Романа нисколько не трогает. Молодой человек посоветовал всем недовольным переосмыслить ситуацию и оставить его в покое. Отношения с Алексеем Кудряшовым стали для Насти Ивановой непростым испытанием. Так, девушке пришлось пережить и простить измену бойфренда с Анастасией Болинской. Кроме того, с легкой руки Алексея на поляне поползли слухи о том, что от Насти можно заразиться малоприятными постельными заболеваниями. Все точки на дыр в конечном итоге пришлось расставить самой Анастасией, правда, не без участия Леши. Уже ни для кого не секрет, говоря о том, что ему нужно провериться, о необходимости посетить врача, парень задумался сразу после расставания с Настей. Кудряшов имел в виду вовсе не экс-пассию. После уговоров Ивановой сказать правду на лобном месте, Алексей рассказал о случайной связи с незнакомой девушкой. Кроме того, молодой человек припомнил, что частенько позволял себе загулы на стороне, еще во время отношений с Болинской, однако у врача никогда не проверялся. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!